Ярославль претендует на звание молодежной столицы Европы. Первый этап отбора уже позади. Здравствуйте, это другие новости на Первом Ярославском в студии Александра Панкрадова. Субтитры создавал DimaTorzok Дает победа, разбиралась Дарья Кос. Ярославская молодежь решила прорубить окно в Европу. Нет, не как Петр Первый, а с помощью огромных экранов, работающих по принципу веб-камер в режиме реального времени. Ноу-хау позволит ярославцам расширить свой кругозор, побывать в других странах, не выезжая из своего города. Задумка сделать народный телемост зародилась у активистов не случайно. Ярославль борется за звание молодежной столицы Европы. Молодежная столица Европы. Там, где молодые люди хотят участвовать в общественной жизни и делать свой город лучше. Там, где молодежь не остается равнодушной. Там, где можно реализовать себя и строить планы на будущее. Идея принять участие в международном конкурсе появилась у ярославца Данилы Бедяева совершенно случайно. Заинтересовавшись, чем живут города в России и в других странах мира, решил, почему бы и Ярославлю не стать молодежной столицей Старого Света. На первых порах в затею мало кто верил. Это просто-напросто конкурс городов. Это не соревнование в богатстве. Это не соревнование в качестве дорог. Это не соревнование там, у кого выше здание. Это соревнование на предмет того, в каком городе молодежь готова участвовать в жизни общества. Готова город менять под свои потребности. И вот Ярославль уже не просто участник конкурса, а претендент на выход в финал. Внести свой вклад в развитие молодежного движения может каждый. Это могут быть как идеи для конкурсной программы, так и конкретные предложения. В случае победы город получит возможность построить новые объекты инфраструктуры и интенсивно развиваться к 2021 году. Победа в конкурсе – это возможность не только реализовать обширную программу, но и привлечь инвестиции. Помимо всего прочего, это еще и большой прорыв в международных отношениях и в туризме. Отношения с Европой, мы знаем, что проблем достаточно. И мы так и написали в своей заявке от Ярославля. Мы написали, что мы знаем, что эти проблемы есть. Мы знаем, что у нас вообще сейчас чрезвычайно непростые отношения. Но нам кажется, что молодежь – это именно та неправительственная дипломатия, которая может эти барьеры убирать. Проект, выросший из идей одного человека, теперь получил поддержку всего региона. За полгода работы над конкурсной программой к организаторам присоединились сотни жителей области. Хотя наш регион и так может похвастаться множеством различных мероприятий, проводимых для молодежи и при ее непосредственном участии. Некоторым ребятам очень хочется собраться на Советской площади, выстроиться в российский флаг. Кому-то хочется куларно собраться в десятером и поиграть в интеллектуальные игры. То есть они объединяются по интересам. Наверное, это самое главное сейчас. То есть не огульно говорить о каких-то направлениях, что все идем такой-то дорогой, все обязательно сегодня будем играть в футбол. Нет, должно быть очень много площадок для того, чтобы каждому человеку было прежде всего комфортно. После первого этапа конкурсного отбора на дистанции остались лишь восемь городов, которые будут бороться за звание молодежной столицы Европы 2021-го. Помимо Ярославля в списке также значатся Казань, города Литвы, Хорватии, Дании и Кипра. Победители второго тура будут известны уже 16 марта, а окончательные итоги будут подведены в ноябре. Дарья Куоз, Олег Лушников, другие новости. Подробнее о престижном конкурсе и главных преимуществах Ярославля перед другими претендентами моей коллеги Светлане Доброхотовой рассказал начальник управления по молодежной политике мэрии города Захар Кармалита. Захар, я приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, конкурс «Молодежная столица Европы-2021». Что он под собой подразумевает? Это конкурс, который проводится Европейским молодежным форумом. Это конкурс на такое почетное звание молодежной столицы Европы. Он проходит уже на протяжении многих лет и дает право городу называться молодежной столицей Европы в тот или иной год. Вот сегодня объявлен конкурс на звание столицы 2021 года, в котором мы решили поучаствовать. Почему 2021 года? Ну, вообще, это как Олимпиада, когда за 4 года узнают, какой будет город. Здесь, собственно, принцип тот же самый. То есть в 2018 году мы узнаем столицу 2021 года. Сколько участников сейчас в этом конкурсе? Ну, вот во второй тур прошло 8 городов. К сожалению, мы не можем достоверно знать, сколько городов участвовало, но ходит информация, что там 11-12. Но, тем не менее, 8 из них вышли во второй тур. Что нужно сделать было для того, чтобы попасть во второй тур? Вообще, сколько туров, сколько этапов в этом конкурсе? И чем Ярославль будет удивлять? Ну, с технических моментов. Конкурс многоэтапный. Первый, который мы уже прошли, это подготовка концепт-ноута, в котором мы отразили вообще те будущие темы, на которые мы хотели бы поговорить с европейцами, по которым мы хотели бы представить свой опыт, по которым мы хотели бы развиваться в будущем вместе с европейским сообществом. То есть мы обозначили этот документ, отправили его в оргкомитет. Они рассмотрели и пригласили нас для участия во втором туре. Второй тур будет заключаться уже в составлении шот-листа тех участников, которые дальше поборются за финал. Ну и дальше финальный раунд. Это уже приглашение экспертов. Это уже составление программы года молодежной столицы Европы 2021 года и представление его на суд европейского жюри. Вообще все это продлится до ноября. 16 марта мы узнаем итоги второго тура, то есть той заявочной кампании, которая длится сейчас. Ну а чем будет удивлять? Честно скажу, что есть определенные секреты. Мы не хотим их раскрывать перед конкурентами. Почему? Почему не раскрываются самые секреты? Ну, самые секретные, потому что города состязаются между собой. И нам бы хотелось, чтобы та уникальность, которую мы несем, чтобы никто нас, ну уж простите, не переплюнул, да, и не смогли раньше среагировать. Хотя на самом деле Ярославль настолько многообразен, настолько плюсов, начиная от той исторической ценности, которую представляет наш город, наша центральная часть, включенная в зону ЮНЕСКО, да, тот огромный человеческий капитал, потенциал, который накоплен в городе Ярославль. Вот. Ну и, конечно, все то многообразие молодежной работы, которое есть, оно говорит о том, что у Ярослава есть все шансы для продолжения участия в этом конкурсе и, может быть, даже для победы. Я знаю, что в этом конкурсе участвует всего два российских города, еще Казань. Да. Она серьезный конкурент? Вы знаете, я думаю, что серьезный, вот, но вообще практика участия российских городов, она не очень обширна, вот. С другой стороны, она положительная. Наши ближайшие друзья из города Иваново участвовали, и, скажу честно, они помогают нам с подготовкой заявки, то есть мы используем их передовой опыт, вот, и дошли до финала. Поэтому мы надеемся, что у города Ярославля есть все шансы пройти до финала с максимальным результатом. Давайте все-таки определимся, что же нам дает участие в этом конкурсе, ну и победа, соответственно. Ну, прежде всего, это, конечно, высокий титул, а любой высокий титул – это ответственность. Если мы побеждаем в этом конкурсе, то 21-й год, весь год, вся молодежная в городе работа, наверное, может быть, гражданская, общественная, она должна будет пройти под эгидой Года молодежной столицы Европы с приглашением экспертов, с самыми лучшими практиками, с самыми лучшими командами. То есть, если у нас до этого фестиваль был маленький районный, то он должен стать как минимум международным. То есть, представляете, какой это потенциал для развития, да? Ну и, конечно, нам будет приятно видеть здесь гостей из других регионов, которые приедут, посмотрят, где-то будут гостями города, где-то поделятся своим опытом. Поэтому это, прежде всего, вот такое громкое имя, которое даст импульс для развития и объединения молодежи вокруг общей идеи. Ну а помимо громкого имени денежные средства мы можем привлечь, если мы будем молодежной столицей? Мы все можем, конечно. То есть, ожидается, да? Ну, разумеется, ведь абсолютно понятно, что нельзя сегодня взять силами одного местного бюджета свернуть горы. Конечно, это консолидация усилий, это консолидация с регионом, с другими коллегами, с федеральными. Вот, безусловно, мы эту работу будем вести, но нам нужно сейчас пройти первый этап, понять, да, что вот те идеи, которые есть, они принимаются, и уже буквально с весны эта работа будет начата активным образом. А жители Ярославля могут как-то поучаствовать в голосовании? Может быть, есть какое-то? Вы знаете, как раз на этапе подготовки первой части заявки мы проводили фокус-группы, открыто в интернете, ну, в основном это был сегмент Facebook, Instagram, мы публиковали приглашения, жители участвовали, обсуждали, очень много было комментариев. Ряд людей приходили на встречи, у нас было общественное представление с молодежными организациями, куда тоже пришли люди, внесли свои, ну, где-то замечания, где-то слова поддержки. Вот, поэтому активное участие жители уже принимают, я думаю, что и дальше, конечно, будем продолжать эту работу. Спасибо большое, Захар, что нашли время и пришли к нам в студию, но мы, естественно, верим в победу нашего города. С нами был Захар Кармалита, начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля. Первой молодежной столицей в 2009 году стал город Роттердам-Нидерланды. В 2016-м почетный статус воевал город далеко не европейский Ганджа-Азербайджан. Больше всех повезло Португалии, ее населенные пункты дважды становились молодежной столицей. Россия хоть и предлагала своих кандидатов за 10-летнюю историю конкурса, ни разу не побеждала. А теперь шанс есть. А знают ли ярославцы, что родная им столица Золотого кольца может стать столицей молодежи? С таким вопросом сегодня мы отправились на улицы города, и вот что нам удалось выяснить. Вы знаете, что Ярославль может стать молодежной столицей Европы? Не слышала такого. А как вы думаете, что это вообще такое? Что это может значить? Не знаю, должен быть красивым, чтобы больше туристов было в этом, в Ярославле. Ну что, чем-то надо сделать такое, чтобы он привлекал всех туристов в наш город. Он так красивый, но нужно его еще красивее сделать. Вы знаете, что Ярославль может стать столицей, молодежной столицей Европы? Может быть и может, и хорошо бы, если бы был, наверное. Знаете, что Ярославль может стать молодежной столицей Европы? Да, знаю. А расскажите, что вы об этом знаете и хотели бы вообще? Ну, конечно, хотели бы, чтобы наш город стал столицей. И у нас очень много мероприятий проходит в городе, связанных с молодежью. Люди развиваются, стараются. Ну вот даже всякие различные центры у нас для этого созданы. Конечно, все будет хорошо. Откуда вы об этом узнали? В колледже у нас проходит очень много мероприятий и рассказывают об этом. Нет, вы слышали. А давайте предположим, что это может быть? Что это за столица у нас в Европе здесь, молодежная, появится? Ну, думаю, весьма красивая столица. Студенческая какая-нибудь. Как вы думаете, молодежная столица Европы, что это может обозначать? Ну, какое-нибудь движение. Как сказать? Ну, были же раньше хиппи, да? Но хиппи нам не надо. А так, чтобы объединились и молодежь, и старшее поколение, чтобы понимали друг друга. Это какой-то праздник просто будет, мне кажется, если это будет столица молодежная. Либо если это будет большой проект какой-то, не в течение, допустим, одного дня, а на постоянной основе, тогда это просто будет какой-то центр туризма, молодежного, так скажем. Может, это какое-то новое направление будет. Это другие новости. Мы продолжаем. Губернатор Дмитрий Миронов призвал максимально эффективно организовать работу по устроению последствий мощного снегопада, который обрушился на Ярославскую область. Глава региона попросил уделить особое внимание уборке в муниципальных районах. Подрядчикам предстоит в кратчайшие сроки избавиться от наката на дорогах, расширить улично-дорожную сеть, привести в порядок тротуары, дворы и вывести снег. Наши корреспонденты побывали в Тутаеве и увидели, как там выполняются работы. Правобережный Тутаев постепенно приходит в себя после мощнейшего снегопада. На проезжей части и тротуарах снега все меньше. Местные жители говорят, в первые часы стихии коммунальщикам было непросто справляться с обильными осадками. В первые дни, конечно, было очень тяжело, потому что он дни и ночи шел. Просто не было возможности у них. Они проедут хотя бы по разу, чтобы можно было проехать машине или автобусу. А уже по-настоящему стали убирать со вчерашнего дня. Посмотрите сами, уже весь город чистый. Сейчас машины без особых проблем проезжают по главной магистрали Тутаева, проспекту 50-летия Победы. Коммунальщики очищают дорогу от наката, посыпают песко-соляной смесью, приводят в порядок обочины. Техника пыхтит и на дорогах второй и третьей категории. Снег вывозят. Снегопад у нас работало 10 человек. С лопатами расчищали пешеходные переходы, посыпали их, устраняли скользкость. Работало 12 единиц техники. Наша компания вывезла 4960 кубометров снега. Со слов подрядчика, на улице Тутаева каждый день выходит от 6 до 12 единиц техники. Особое внимание тротуарам и пешеходным переходам. Подрядчик тесно взаимодействует с жителями, работает телефон горячей линии. Заявки поступают и через мобильные приложения. На них оперативно реагируют. Местные власти рассказывают, активно идет уборка и во дворах. Управляющие компании вывозят снег ночью. Для этого задействовано порядка 12 единиц техники. Тем не менее, в агентстве по развитию Тутаевского муниципального района говорят, проблемы с уборкой есть. По качеству, как таковому, у нас претензий нет, но оперативность реакции и скорость проведения работ, она у нас возникает у нас по вопросам. Проблемные места это улица Луначарского тротуара, улица Терешковая, улица Дементьева, улица Роза-Люксембург, это улица Ложская набережная, улица Донская. В областном правительстве рассказали, ежедневно на дороге области выходит более 900 единиц техники. Большая часть из них работает в муниципальных образованиях. Региональные власти отмечают, благодаря работе коммунальных служб во время снегопадов и сразу после не было допущено ни одного существенного срыва в движении транспорта. Ликвидация последствий продолжается. Георгий Колчин, Георгий Иванов. День в событиях. Далее к другим новостям дня короткой строкой. Ярославский аэропорт Туношно спас от срывов десятки авиарейсов. Во время непогоды в нашем городе вынужденную посадку совершили самолеты трех авиакомпаний. Работа аэропорта даже в пик снегопада шла без отмены и задержки рейса. В Ярославле может появиться вертолетный центр рядом с юбилейным мостом. Таковы изменения генерального плана города. Также планируется выделить 75 мест под парковки и автостоянки, 40 участков под строительство детских садов и школ. В Тутаеве воспитанники детских садов вышли на пешеходные переходы в костюмах ангелов. Это совместная акция с ГИБДД. Малыши вручали водителям самодельных ангелов-хранителей, еще раз напомнив о важности соблюдения скоростного режима. Команда Первого Ярославского присоединилась к флешмобу «Лопата Челлендж». Получив вызов от «Комсомольской правды», корреспонденты-ведущие вооружились инструментами и вышли на улицу расчищать снег. Эстафету передали коллегам по телевизионному цеху. На этом у меня все. В студии работал Александр Панкратова. Главная новость региона только на Первом Ярославском. Не пропустите программу «День в событиях» ежедневно в 19, в 21.30 и в полночь. Будьте в курсе событий. Хорошего вечера.